Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И также у нас осталось сделать вассалом Передать освободить планету И у ксенофобов и коллективистов Еще появился такой пункт Как покинуть планету То есть вы когда выбираете этот пункт Допустим Игрок Покидает эту планету И у вас остается просто колониальный корабль Ну уже на вашей захваченной планете Остается колониальный корабль И остается робот Даже точнее андроид И вот чтобы с этим Туда уже Заселить своих людей То можно уже способом переселения Сейчас я вам покажу Даже наверное не так Вот У нас смотрите по переселению Допустим мы берем И переселяем сюда Наших Наших уже и ящериц Или как их назвать Рептилий И мы платим за это Лоялку Конечно Влияние здесь Играет не маленькую роль Она у вас должна быть Хотя бы Хотя бы полтинничек Чтобы одно заселить Один какой-то сектор И тогда у вас уже начнет Разрастаться И по мере поступления Если другую нацию Вы берете ее И геноцидите Если вам просто Передали планету Но если освободили планету То вы начинаете Все с нуля И здесь конечно Для этого Я как играл Через рабство Да Я все равно Развил в данной игре Робота Уже прошел до андроидов Потому что Если даже У вас будут проблемы С Влиянием То можно будет Роботов построить И уже за счет роботов Хоть как-то Уже эту планету Заселять Уже да Хотя бы на Минералы На пищу А потом уже На энергию Вы переселите Своих Граждан Чернистоногих Да Или какие у вас там будут И уже От этого развиваться Что из этого лучше Что хуже Лучше Либо покинуть Либо все-таки Чтобы вам передали планету И Здесь момент Достаточно спорный И Как по мне То лучше пусть передадут Я там по геноцидю И уже Постепенно Как-то Каким-то Даже если пережить Какое-то одно восстание Я вот допустим Пережил То ничего страшного нет Снова Забираете планету И все-таки Уже второго у вас не будет Вы их Больше геноцидите И даже На той же Допустим На тех же Пищевых плантациях Можно Ничего с ними делать Это уже Три-четыре клетки Вам не нужно будет Заселять Это все-таки Время И это все-таки Время Деньги Да Также еще Что я хочу Вам сказать Я вот Показал Вам Эту планету Я его Он мне не передавал Планеты Я его сделал Просто вассалом И Сделал Потом я Интегрировал Подданного Да Когда интегрируешь Подданного А потом Переходят все планеты К вам И Вы уже Занимаетесь Даже не только планеты Видите Еще и Пограничные сектора Так вот Чтобы интегрировать Там У вас получается Если при расходе 5 влияния в месяц Вы даете 255 влияния Но это здесь 255 Это от близости Тоже зависит Потому что Если Чуть дальше Уже 340 Видите По 5 влияния в месяц Оно Сразу у вас Вот у меня Плюс 4 Потом будет Сразу Минус 1 И будет В течении Некоторой Времени Потом Уже он Перейдет Полностью Под ваш Контроль И Возможно Даже Есть такой Момент Если вы Передадите Он вам Передаст Некоторые Планеты И потом Его все Таки Интегрировать Это Если вам Нужно У меня Просто Не было Здесь Хороших Планет Да и Сейчас Нету И Уже Я Завассализировал Шестерых Да Вместе С этим Интегрированным То Мне Нужно Как-то Все-таки Побольше Быть И Не Хватало Мне Ресурсов Я его Интегрировал Так вот Как раз Интеграция Нормальная Штука Чтобы вы Знали Что она Делается Вот За влияние Вам Просто Передается Этот Человек Даже Просто Его земли Передаются Вам И все Ну а Если Посмотреть Разницу Между Данником И Вассалом То Разница Конечно Существенная Вот По поводу Данника Да Он Просто Вам Платит 25% Энергокредита Минералом И все Больше Он Ни От чего Не зависит От вас То есть Он Может Колонизировать Планеты Может Там Но Делать В общем Все Что Все Что Угодно Просто Он Платит И Конечно Если Уж Выбирать Кем Быть Вассалом Или Данником Конечно Намного Приятнее Быть Данником Можно Также Развиваться И уже Потом Пока Будет Ваш Сборщик Налогов Так Скажем Пока Он Будет Воевать Слабнуть Вы Можете Втихаря Развиться И Потом Уже Потребовать Свободу Либо Военным Путем Из Обиды К Нему Вот Таким Способом Прийти Так что Если Вы Хотите Взять Данника То Наверное Либо В первую Очередь Взять Данника А потом Пару Тройку Вассалов Либо Наоборот Сначала Пару Тройку Вассалов Потом Данника В случае Потому что Если Данник Захочет Взять Свободу То Ваши Три Вассала Ему В этом Помешает И Даже Возможно Если Он Будет Умный Он Уже Лишний Раз Подумает Стоит Ли Нападать Либо Нет Либо Будет С вашими Вассалами Уже Договариваться Но Здесь Тоже Нужно Вассалами Иногда Подкинуть Печеньку Я Вот Зуфура Этого Захватил У него Была Одна Планета Он Только Вторую Заселял Я его Выгнал И У него Была Одна И В последующей Войне Которого Я Интегрировал Человечка Да Я Взял И Отдал Ему Тоже Одну Планетку Чтобы Он Он Конечно Все равно Неверный Мне Но Все Таки Отношения Уже Видите Ну Доверие Ну Такое Будет Не Такое Паскудное Если В сетевой Игре То Человек Это Конечно Воспримет Нормально И Хоть Каким-то Образом Нужно Сглаживать Иногда Момент Также Когда мы Объявляем Войну У нас Появляется Здесь Снизу Справа Значок И Мы Можем Нажать На него Есть Статус Есть Переговоры Так Вот В переговорах Мы можем Нажимать Допустим Отправлять Ему Требования И В случае Отказа Он Будет Должен Потратить Свою Лояльность Да Влияние Для того Чтобы Отказаться И В сетевой Игре Возможно Даже Вам Не нужно Будет Чтобы Было Плюс Один Вот Как С ботом Возможно Даже Меньше Нужно Будет Чет Так Что Периодически Можно Ему Отправлять Требования И Возможно С какими То Поблажками Может Вам Нужно Побыстрее Уйти С войны Может Даже У вас Допустим Четыре Системы Вы Убрали Пять Убрали Точнее Убрали Три Или Две Попросили Передать Отправить Требования Возможно Он Согласится И Не забывайте Об этом Моменте Также Здесь Можно Предложить И статус Кво Что Каждый Останется При своем Мнении При своих Землях И Никто Ничего Не потеряет Также Мы Не Посмотрели Такой Вариант Как Унижение При Объявлении Войны У нас Есть Унижение То есть У него Будет Видите Приведет Уменьшение Их Счастье И Перераст Влияние На 20 Лет Вот Как Раз Такие Пацифисту Вот Это Будет Очень Очень Болезненное Такое Унижение И Также Я Забыл Еще Уточнить Одно Одно Требование Если Вы Играете Против Коллективиста Если Мы Его Сейчас Здесь Найдем То В Объявлении Войны Будет Запретить Рабство Вот Как раз Таки Для Коллективиста Это Тоже Очень Очень Болезненно И Вы Если На него Нападаете То Сначала Нужно Его Конечно Немножко Покромсать Хотя Бы На Одну На Две Системки А потом Уже Запрещать Рабство Потому Что Если Вы Укажете В целях Войны Запретить Рабство То Он Будет Биться До Последнего Тем Более Если У него Стоит Минус Декадент То Он Просто Будет Кровь Из носа Воевать Но Не Давать Вам Такой Возможности Опять Таки Повторюсь Если По Сетевой Игре Возможно Это Можно Как-то Договориться Предложить Статус Кво Потом Просто Передать Систему Чтобы Вот Такими Какими-то Более Дипломатичными Путями Но Чтобы Вы Знали Это Реально Для Для Коллективиста Это Очень Серьезный Болезненный Удар Но Не Хочется Заострять Внимание Вы Если Вам Что Небудь Непонятно Вы Пишите Обязательно В комментариях Обязательно Отвечу Либо В комментариях Либо Ж Видео Обзором Потому Что Вроде Как Все Все Знаешь А Некоторый Момент Может Просто Выпасть И Как Само Собое Разумеюще Давайте Я Вам Еще Покажу Бонусом Как Поменять Форму Правления На Любую Там Смотрите Вот Мы Входим Формы Правления И Нажимаем На Этот Значок Просто Мало Кто Знает Да Я Не Знал Что На Него Можно Нажимать Вот Мы Нажимаем И Здесь Нам Предлагается Если Вам В самом Начале В зависимости От Ваших Правительства И Принцип От Ваших Доступных Форм Правления У Вас Здесь Будет Реформировать Правительство Здесь Либо Больше Либо Меньше Форм Правлений Так Вот Мы Можем Перейти Либо На Какую Либо Улучшить Нашу Военную Тиранию На Стратократии У Нас Будет Даже Точнее Стратократия Это У нас Будет Вместимость Флотилии Стоимость Кораблей Прирост Привилияния Это Как раз Таки Очень Даже Классно И Можно Конечно Продвинутую Со Временем У вас Когда Развинетесь Это С самого Начала Вы Сможете Только Вот Если Б Я С самого Начала Нажал У меня Было Доступно Флутократия Военная Хунта И Абсолютная Монархия Уже С Более Продвинутым Развитием Вам Будут Доступны Продвинутые Формы Правления Так что Можно Переходить И Получать Дополнительный Бонус Ну В принципе По Военным Действиям По Объявлению Войны Мы Рассмотрели Если Повторюсь Опять-таки Какие-то Вопросы Есть Вы Задавайте Не стесняйтесь Мы Рассмотрим И Возможно Даже И В видео Подробном Каком-то Ответе Так что Все Зависит От вас Ну А с вами Был Ивандер Всем Пока До Скорых Встреч